В Югре завершился вот уже 13-й по счёту Международный IT-форум. Больше 50 компаний представили здесь свои идеи, проекты и готовые технические решения. Речь шла об импортозамещении и кибербезопасности, об образовании и медицине, и о многом другом. Пленарные заседания, деловые встречи участников и делегаций, целый ряд подписанных соглашений о сотрудничестве. И вновь всё под общей темой – вызовы современности, которые открывают новые возможности. Для самого автономного округа Международный IT-форум – это возможность узнать о передовых технологиях, подчеркнуть новую информацию и поделиться своими наработками. Кроме этого, на полях форума были подписаны важные документы о сотрудничестве с предприятиями, которые работают в серии IT, а также готовят высококвалифицированные кадры для этой отрасли. Да и в принципе, на форуме особое внимание уделяли молодёжи. Одной из площадок стал Арктический молодёжный стартап-форум. Здесь собрались авторы инновационных идей, представители органов власти, институтов развития и крупных промышленных компаний. Очень важной базовой основой всего освоения и всей работы являются телекоммуникации, отрасли, в которой я принимаю непосредственно участие. Конечно, все информационные технологии, и этим вопросом посвящён наш IT-форум, они посвящены развитию прикладных направлений, базирующихся на информационных технологиях, на телекоммуникациях. Отсюда и в первую очередь необходимо развивать именно эти направления, и тогда всё прикладное, оно будет также постепенно раскручиваться. Ну и такие вот предприятия, которые уже сейчас функционируют, Сабетта уже мировое признание получила, буквально там пять лет назад об этом говорили, и это было в планах. Северный широтный коридор уже известен, вот этот набор фраз известен по всему миру. У нас практически круглогодичное судоходство по Северному полюсу. Поэтому всё это направлено на то, чтобы продолжать осваивать. И осваивать это должны молодые люди, те, которые сейчас стоят у истоков этого направления. Этому и посвящен настоящий Северный форум в рамках IT-форума. Участники форума обсуждали перспективы развития и поддержки технологического предпринимательства на Севере и в Арктике. Презентовали уже реализованные проекты и говорили о формировании стартап-экосистем. Сегодняшний проект — это арктический форум стартапов. Сюда приехали авторы идей из разных регионов, арктических регионов страны. И что очень важно на этой площадке? Любому стартапу, как воздух, необходимы три базовые вещи. Это грамотная экспертиза. А сегодня здесь у нас очень много экспертов из вузов, из институтов развития. Это коммуникации, возможность получить ту информацию, которая необходима для того, чтобы реализовать свою идею. Посмотреть реальные живые производства, где та или иная идея может быть реализована на практике. И третий очень важный компонент — это заказ, собственно говоря, на стартапы, потому что стартап без соответствующего заказа, он никуда и дальше не взлетит. Все эти три компонента есть на сегодняшний день в Югре, поэтому этот форум проходит у нас с тем, чтобы самые лучшие разработки мы могли в перспективе заземлить у себя на территории. Один из проектов молодежного стартап-форума — мультфильм «Кандыкан». Рассказ о маленькой северной девочке, которая была спасена во время эпидемии и выжила в суровых условиях Крайнего Севера почти 200 лет назад. Персонаж «Кандыкан» — это новый символ силы духа северных народов, объединяющий людей. А для автора проекта — Маргариты Поповой этот проект — еще и личная история. Действительно, «Кандыкан» — это больше для меня, чем проект, потому что «Кандыкан» — это в первую очередь моя бабушка, и это мое безумие. Ну, и можно так сказать, что вот именно на безумии, отключив ум и идя во сердце, это далось мне не так уж легко, как бы, да, мы реализуем этот проект. И сейчас это не только моя личная какая-то родовая история, это настоящий этнический бренд, созданный народом. В рамках молодежного стартап-форума состоялась презентация арктической стартап-экспедиции. Она позволит найти и поддержать перспективные проекты, направленные на решение технологических задач Севера и Арктики, и обменяться опытом по развитию инновационных экосистем. Предусмотрено три специальных направления — молодежное технологическое предпринимательство, зеленые технологии и сохранение культуры коренных народов через новые технологии. Мы надеемся организовать выездные мероприятия в Северные и Арктические регионы Российской Федерации, для того, чтобы на местах ознакомиться с инновационной инфраструктурой, да, вообще с форматами взаимодействия и работы со стартапами. И таким образом мы проедем через все регионы и арктические, и арктические, и северные регионы России. И в конце у нас уже будет общая некая такая картина инновационного Севера и Арктики. Как и кто развивает инновации у нас на Севере, в Арктике, и что еще нужно для того, чтобы все это развивалось, не останавливалось. Молодежный арктический форум завершился, но работа над всеми заявленными проектами будет продолжена и масштабирована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова